Добрый день всем, кто смотрит нашу передачу, Куншлаг в прямом эфире. На календаре 28 марта, четверг. Весна в жизни и в душе. Как же все замечательно, правда? Первое пробуждение от всего такого спящего. Такие новые краски жизни, новые эмоции и новые оттенки в настроении. Надеюсь, что и у вас именно все так же, несмотря на погоду на улице. Желаю всем весеннего настроения, отличного состояния души и солнечного вдохновения вместе с нашей передачей. День театра Не знающие ни национальных, ни религиозных границ. И сегодня наш эфир мы решили посвятить работникам театра. Итак, встречаем у нас в гостях актеры Драматического театра Островского, Мамедов Насим и Землянушина Регина. Я рада вас приветствовать сегодня в нашей передаче. Пользуясь моментом, хотелось бы поздравить вас с праздником, пожелать вам только побольше аншлагов, преданных зрителей, аплодисментов, ну и, конечно, удачных ролей. Ну и хотелось бы, чтобы и вы поделились своим праздничным настроением, что для вас значит эта дата в календаре, как вы отметили вчера свой профессиональный праздник, какие были мероприятия проведены в честь этого дня. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили нас. У нас появилась возможность поговорить с нашими зрителями. Ну, настроение действительно, оно праздничное. Мы понимаем, что это такой день, объединяющий нас всех. Как мы его отметили на сцене, работали. У нас вчера был большой концерт. Мы к нему готовились. Сколько лет уже? Наверное, последние 10 лет у нас проходит День театра именно в таком формате. Раньше мы отмечали премьерой, а так как нашему зрителю очень нравятся наши концерты, мы вот и в этом году тоже решили отметить концертом этот день. Отрывки и спектакли. Отрывками и спектакли. Ну и, конечно же, мы отмечали наш День театра с нашими друзьями, артистами. То есть эмоции, наверное, переполняют до сих пор, наверное, вы в таком праздничном настроении, тем более сейчас находитесь в прямом эфире нашей передачи и также можете поделиться с нами своими эмоциями, своими впечатлениями. Я вот благодарен, конечно, зрителю нашему, потому что вот это настроение все равно создавал наш зритель. Вот они пришли, и мы понимаем, что мы живем ради наших зрителей на сцене, и вот глядя на то, что зрители у нас довольные уходят после наших спектаклей или вот после вчерашнего нашего такого праздничного концерта, понимаешь, что все не зря. Да, и поэтому, если бы не зрители, то никакого бы Дня театра, ни праздника, ничего бы такого, и вообще бы театра, наверное, не существовало бы. Поэтому наши зрители, это наше все. Спасибо. Регина, скажите, пожалуйста, вот современный театр в вашем понимании, какой он все-таки сейчас в данный момент? По-вашему, зачем современный зритель идет вот в театр, да? Не только ведь получить, да, какие-то эмоции, да, культурно отдохнуть, но и ведь свои, да, есть еще какие-то. Знаете, сейчас все говорят о новых формах. К этому можно относиться по-разному, относим, меня поддержат, да? Где-то это может быть и хорошо, потому что появляется что-то новое, какие-то там театральные приемочки актерские. Но если правильно их использовать, скажем так, вот, например, наш театр все-таки ближе мы к классике, да, к нашему Островскому, Достоевскому, вот, мы, наверное, больше их любим, правильно же говорю? Ну, мы любим всех, но как бы у нас... Ну, душа лежит вот именно к классике. Ну, есть свои предпочтения, конечно. Ну, конечно, да. Зрители, он приходит, наверное, вот, чтобы... Он же понимает, что он пришел в театр, он как бы... И все, чтобы мы там не играли, не показывали, главное быть откровенным и искренним со зрителем. И тогда они готовы принять все, чтобы мы не делали на сцене. И, наверное, все-таки приходят вот за этой искренней минутой, секунды, когда вот наша искренность уходит в зрительный зал, и мы получаем обратную энергетику. Это дорогого стоит. Вот это какой-то взаимообмен такой происходит энергетический, который дает силы, надежду, веру, любовь, то есть все светлое и доброе. Взаимосвязь между зрителем и артистом, она очень важна. Это, наверное, главное, для чего мы выходим на сцену. Поэтому, по большому счету, неважно, что мы играем, новые формы, старые формы, классику, современные драматургию, все-таки, мне кажется, зритель приходит в первую очередь вот эмоционально какое-то получить вот... Удовольствие. Удовольствие. Получить удовольствие, это во-первых. Да. Спасибо. Ну и все-таки, с чего все начиналось? Как вы пришли к актерской деятельности? Традиционный вопрос. Это была мечта с детства или, может быть, семейная династия? Хотелось бы, чтобы вы рассказали нам свою историю, связанную именно вот с театром. Как вы пришли к этому? Я никогда не мечтала стать актрисой. У меня не было такой мечты. Я была ребенком довольно спокойным. Ой, у меня мама работала в музыкальной школе хореографом. И при музыкальной школе открыли театральное отделение. Оксана Михайловна Малуша открыла, которая сейчас является главным режиссером театра. И мама такая, ну чтобы ты не болталась, без дела, давай-ка я тебя туда отправлю. Ну, в общем, никаких предпосылок к тому, что я могу стать актрисой или служить в театре. То есть вы пошли не по своей воле, Регина. Не по своей воле, да. Ну и роли-то мне такие давали так себе, потому что очень мне было тяжело, на сцену мне было тяжело выходить. Ну, был такой момент, когда я хотела все бросить и уйти? Всегда. Всегда. Ну, сейчас нет уже, наверное. Сейчас совершенно все поменялось. Уже на последних годах, мы, по-моему, 8 лет или 7 лет учились, я уже не помню. Уже тогда я понимала, ага, здесь мне интересно, здесь я могу реализоваться. И прошло, после окончания музыкальной школы театрального отделения, прошло какое-то время. Я поступила на экономический факультет в нашем городе, в ЗКГУ, и на третьем курсе, в начале третьего курса я поняла, что я не могу посвятить себя этой профессии. Я не экономист и никогда им не буду. И открывается студия, Оксана Михайловна тоже открывает студию для уже взрослых людей. И у меня возникло желание, а почему бы и нет, можно еще раз попробовать. И проходит я, вот, по-моему, проходит месяца 2-3, и Оксана Михайловна меня приглашает в театр. И вместо того, чтобы идти на пары, я иду устраиваться в театр. Никому не сказал, естественно. И все, я бросаю институт, и до сих пор 15 лет уже в театре. Сильно попала от родителей? Ну, нет. Или они сомневились? Я уже, как-то мне было уже много лет, мне было, по-моему, да, 19 лет мне было, когда я пришла в театр. Поэтому уже я взрослый человек, могу принимать решения. Но родители одобрили ваш выбор. Моя мама всегда хотела, чтобы я была творческой, чтобы я именно в творчестве себя реализовала, понимаете. Поэтому, как бы, даже, может быть, меня поддержали. Ну, конечно, там были какие-то свои нюансы, что я училась на платном отделении, что вот столько денег потратили, а ты вот... Деньги на ветер. Да, одобрили. Спасибо большое. Спасибо, Насим. Ну, а у вас какая история? Да, я просто вот в дополнение два слова. Регина, она, конечно, немножко скромничает, но когда Регина пришла к нам в театр, ну, вот молодая девчонка с горящими глазами, я просто сейчас смотрю, я думаю, над же, как небеса творят чудеса. Регина, мама троих замечательных мальчишек, пацанов, и как супруга, и как вот она успевает, то есть троих сыновей вот так... У вас три сына, Регина, к тому же. Да, не успеваю я, не успеваю, благодаря бабушкам. Ну, неважно. И все, и приходят в театр на службу, в форме. И как актриса, и как мама, и как супруга состоялась. Да, да. Это действительно. И поэтому, когда смотришь, как наши девчонки вот там танцуют, поют, прыгают, думаешь, ну, класс, вот. Это вот прям здорово. Настоящий профессионализм. У меня тоже в семье никого не было никогда, те, кто имели отношение к театру, из простой рабочей-крестьянской семьи. Но было УПК в девяносто первом году, раньше еще так, при школе. У меня одноклассница говорит, пойдем к нам, у нас мальчишек нет там в театральной студии, при театре. Ну, я так пришел, просто ради интереса посмотреть, и остался в театре навсегда. Вот, вкратце, вот так вот. А вообще театр, он такой живой организм, он сам знает, кого притянуть, кого не то, чтобы изжить, но как-то вот обойтись без этого человека. Да, многих театр выталкивает. Ну, люди сами уходят, вроде как. Уходят, уходят, вроде и талантливый, и фактурный, в них, все, но вот не приживается, понимает, что это не его. Сцены, это не то, чем он хочет посвятить жизнь, и уходит. Вот как он пришел, по-тихому, да, так скажем, вот так вот он и ушел. Мы о таких быстро забываем. Ну, да, ну, наш театр, мы, я думаю, каждый из нас благодарен судьбе, что мы вот в таком коллективе сейчас служим театру. Конечно же, я думаю, в основном заслуга нашего художественного руководителя, главного режиссера Оксана Михайловна. Она создает атмосферу, в которой мы все живем, трудимся, служим театру. И, ну, это не громкие слова, мы действительно как семья. Да, мы дружим. Это очень такая редкость в театральных коллективах, потому что, как бы, ну, там, понятно, там свои вот эти подводные течения. И нам посчастливилось. Мы служим театру в семье. И зритель такой тоже, получается, наш какой-то родной, свой. Родной. И радует, что у нас зрители, как бы, средний возраст становится моложе, студенты. Ну, и младшие наши зрители. У нас Руслан Булатович ставит сказки классные. Ну, вообще, как бы, театр старается держать всех зрителей разных возрастов. Вчера на нашем праздничном концерте, там был такой фрагмент, и фотографии, вот, всех, кто когда-то служил в театре, прокручивали. И я еще раз, как бы, вчера поймал себя на мысли, что мы служим театру в такой большой семье. Ругаемся бывает, ссоримся, всякое бывает. Ну, мы действительно дружим. Да, да. Даже, как говорят, да, в театре не бывает дружба, особенно между девочками, да, нет. Вот у нас действительно такая крепкая гримерка. То есть даже если у тебя какие-то личные проблемы, ты можешь прийти поделиться. Редкость, конечно, для актрис. Это очень большая редкость. Но вот мы друг другу очень будем поддерживать. То есть коллектив у вас сплоченный, дружный? Очень сплоченный. Очень сплоченный. Спасибо. Он, может быть, не всегда дружный, но он семейный. Да дружный, на чем же будешь дружный? Нет, но он дружный. Но я имею в виду, что вот в семье бывает всякое, но мы понимаем, что это семья. Вот какой-то у нас пацан. Мы другого из нас вы не выносите. Мы поругались, на следующий день мы приходим, обнимаемся, целуемся, прости, пожалуйста. Да даже через пять минут можно. Через пять минут. Все, давайте кофе выпьем, успокоимся и будем снова дружить. Поэтому Оксане Михайловне я бы лично хотел пожелать долгих лет жизни. Я просто знаю, как от главного режиссера зависит вся атмосфера, трупы и любой механизм. Поэтому в творческом плане слава богу. Спасибо. Ну, а я напоминаю, дорогие друзья, средства связи 285869, номер прямого эфира и номер ватсапа 8700 0285869. У нас в гостях актеры театра. И хочется, чтобы вы поддержали их своими, чуть не сказала, аплодисментами, сообщениями и звонками. Так как поддержка зрителей нам очень важна, да, как и у вас, так и у нас, да. То есть здесь идет уже как аналогичная ситуация. И хотелось бы вот такой вопрос задать. Ну, естественно, да, о своих первых ролях, наверное, помнит каждый актер. Расскажите, пожалуйста, об этом. Наверное, это было как будто вчера, да. Помните, как выходили на сцену, сыграли свою первую роль, волновались, переживали. Коленки, может быть, тряслись. Эти ощущения, они же ведь незабываемые. Волноваться и переживать, и коленки трясутся у нас и по сей день. Ну, я, наверное, про себя буду говорить. Я вас поддержу, да. В принципе, хоть 50 лет ты отработаешь, хоть 100, каждый раз перед тем, как выходишь на сцену, по-хорошему так колбасит изнутри. Такой адреналинчик, да? Да, с этим. Особенно на премьерах, когда только выпускаешь спектакль, стоишь за кулисами, дают третий звонок, тебе просто вот трясет физически. И у тебя даже глаза трясутся, а потом, когда выходишь на сцену, буквально минута, и все, все это забывается. Ты уже настраиваешься. Ну, вот у тебя первая роль, это вот вы Девиле у нас были, да, или как? Вообще, моя первая роль, это Кошкин дом. Кошка. Из детских спектаклей. Взрослых, счастливый день. По Островскому. Угу. Как звали героиню? Ну, как? Ну, это мне надо... Ну, да. Настенька, Настенька, вот. Мы еще делали этот спектакль при студии, и Оксана Михайловна потом этот спектакль поставила у нас в театре. Вот там даже одна актриса, когда приходила в студию, вот она посмотрела и сказала, я хочу играть эту роль. И давайте мы поставим этот спектакль, потому что я хочу в нем играть. Это была кто? Наталья Копейчкина. То есть она сразу себе выбрала роль. Да, вот мы с ней играли двух сестер. Кстати, когда я только пришла в театр, я очень сильно боялась, потому что она уже была состоявшейся актрисой. У нее было очень много главных ролей, ее очень любили зрители, сейчас очень любят тоже. Я думаю, ну как же мне вот с ней партнерировать, как вот... Это же вот уже наша такая театральная история уральская. И ничего, сейчас мы с ней подружились, сейчас мы с ней подруги. Но это, конечно, замечательный партнер, даже если ты вот выходишь на сцену, волнуешься, где-то не знаешь слов, вот она тебе всегда все подскажет, то есть она тебя успокоит. Направит. Вот слава богу, что есть такие люди в театре. Вот я ей всегда благодарна. Спасибо. Ну а вы о своей первой роли можете вспомнить? Я, наверное, как этот, которым в 1800... В таком-то году. Да, в таком-то году. Ну, правда, мне посчастливилось, повезло, что вот я в 16 лет вот пришел мальчишкой, и сразу как-то вот у нас вспомогательный состав меня, Андрюш, взяли. Инку тоже, кстати, чуть позже, она так и не меняется у нас. Андрея Тяпкина, Инна Виноградова. Инна Виноградова, вот наши друзья, коллеги по работе, партнеры. Мы вот, нас взяли в вспомогательный состав в 93-м году, и сразу бросили меня, восстанавливали сказку «Золотой цепленок». И мои партнеры были уже в то время Римма Мелиановна, заслуженная актриса, Казахская СССР, Сергей Конин. Это вот то поколение, я их застал. Потом прошло какое-то время, начались вот эти 90-е, многие актеры у нас уехали, но вот это основательный фундамент советской школы актерской. И еще вот долгое время был главным режиссером Панджариди, который после себя, вот по инерции оставил вот эту мощную такую актерскую деятельность. И мы вот попали туда. И Ружковский, и Царств Небесный, и Попо Владимир Яковлевич, которых уже нет. То есть вот наши, мои первые партнеры, это актеры, которые, мы их боялись, очень сильно любили, уважали, и постепенно переняли, можно сказать. И теперь вы таким сам сказал, да? А теперь уже где-то там... Которого боятся. Нет, ну как? Нет, нет. Ну, новые приходят актеры тоже. Мне кажется, мы гораздо как бы приземленнее, потому что, допустим, если сейчас новое поколение, как-то мы, может быть, 21 века, или как-то более демократично выстраиваются отношения, все равно как-то у нас понебратства больше. Вот сейчас. Допустим, когда я пришел, была большая субординация, дистанция. То есть артисты старшего поколения, мы так издалека... Однажды имел неосторожность первым протянуть руку, поздороваться с артистом взрослым. За что был тут же поставлен на место, и что это неприлично по этикету протягивать старшему первой руку. И вот такие моменты очень сильно остались в памяти на всю жизнь моих. А еще если на сцене с ними играли, то, конечно, забывалось все. Если нужную реплику не дашь тому же Ружковскому, они могли глазами испепелить тебя молча. Ну а были такие смешные какие-то моменты? Может быть, во время постановок забывали текст? Вот как вы ходили из такой ситуации? Постоянно. Я есть актрис, которая постоянно забывает текст. Я все переворачиваю слова. То есть импровизация идет дальше? Идет. Ну, естественно, ты что-то там сочиняешь, придумываешь, но у тебя всегда есть партнеры, на которых ты можешь положиться. Например, Насим Жаберыч, это тот партнер, вот если ты там что-то забыл, что-то не так сыграл, он тебя всегда подхватит. Он может помочь, подхватить, да, в нужный момент. Да. Ну, мы все такие, я думаю, Регина. Мы все. Ну и сейчас я замечаю, вы друг другу так дополняете во время прямого эфира, прям сразу подхватываете на лету. Вот что значит профессионализм и чувствовать друг друга. Мы импровизируем на... Хорошо, если пьеса не в стихах, в прозе-то легче там паузу выдержать или... А если мы поем живьем, вот Регина вчера вот буквально... Есть спектакль, отрывок у нас. Кровавая свадьба, свадьба, лорка. Лорка-свадьба. Да, лорка-свадьба. Вот. Там Регина поет живьем, а мы вокруг нее танцуем, отвлекаем, шумим. Я всегда вот восхищаюсь такими моментами, потому что петь живьем, это очень страшно. Если ты на секунду вылетел... Вылетает какое-то слово, то все. Ты не успеваешь за музыкой. А если в стихах пьеса, вот там начинается импровизация, иногда такая, что сам себе удивляешься, глаза становятся все шире и шире от того, что куда тебя заведет. Если Шекспира, там читаем, ну, нет, нормально. Вот такой интересный вопрос от нашего телезрителя. Применяете ли вы свое искусство лицедейства в повседневной жизни, в быту, когда бывает, что нужно кого-то уговорить, обмануть, или же отпроситься у начальства, притвориться больным? Помогает ли профессия вам в обычной жизни? Наше начальство настолько нас знает, что если мы что-то будем применять из лицедейства, то уже сразу понятно, что это... Номер не пройдет? Не пройдет, нет. Ну, а если серьезно болит? Нет, не применяем. Я нет. Выносим, Жаверыч. Я... Вообще, в последнее время у меня границы не то чтобы стираются. На сцене задача быть органичным. Ну, чтобы как бы тебе поверили. В жизни оно, наверное, происходит на подсознательном уровне, на автомате. Ну, я не знаю. Я вот сыну иногда подсказываю, как можно скосить со школы, там, допустим. Схитрить, схитрить. Схитрить, подсказывайте. Мы пишем, допустим, текст учительницы, и я редактирую его текст, потому что я знаю, что с точки зрения психологии, сначала там, ну, такие мелочи, как... А если сейчас учителя смотрят передачу... Нет, ну, там... Ну, все. Сыну не попадет, надеюсь. Нет, нет. Я к тому, что все зависит от того, как ты выстроишь предложение. В плане этого, да? В плане этого. В плане этого, как ты начнешь по имени обращаешься, или ты в конце предложения там что-то... То есть такие мелочи, даже в речевых оборотах. А если уж говорить в жизни актерское мастерство, как применять, ну, тут уж, смотря какие цели, благие цели... Ну, тут я понимаю про обман. Нет. То есть обманываете ли вы... Применяете ли вы... Ну, слава богу, у нас... Какие-то приемы свои актерские. Нет, у нас на это, я думаю, мы круглые сутки, мы домой приходим, в принципе, только вот переспать, переночевать. Поэтому у нас времени-то нет. Мы стараемся... Да нам это на сцене достаточно. Наигрались мы на сцене. В жизни-то, да, уже хочется. В жизни хочется побольше... Настоящего чего-то. Помолчать иногда, да. Помолчать. Спасибо. Еще здесь поздравления от нашей телезрительницы Миры Таусаровой. Здравствуйте, наша телеведущая Лаура и гости передачи. Хочу поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам творческих успехов на долгие годы, хороших ролей. Ваша профессия трудная, интересная и творческая. Ведь каждую роль надо пронести через себя, вжиться в характер, перестроиться на другую роль. У меня вопрос к Регине. Как ей приходится перестраиваться из одной роли в другую? Что для этого она предпринимает или делает? Это трудный вопрос. Спасибо, Мира. Ну, это действительно трудный вопрос. Ну, как вот, режиссер сказал сделать, ты выходишь и делаешь. У тебя нет выбора. Это работа. И времени. И времени думать, да. Бывают такие роли, что действительно на них сложно настроиться. Например, «Двенадцатая ночь», «Оливия», то есть она и разговаривает по-другому, и ходит по-другому. Ну, не так, как Регина там, да, и одевается, и вот у нее жесты. Вот нужно 5-10 минут одной помолчать, чтобы эту Оливию на себя надеть, скажем так, в кавычках. А есть роли такие, что даже не нужно перестраиваться. Просто ты надел костюм, это уже ты выходишь на сцену, и у тебя все хорошо. Все сразу получается, все сразу органично, и ты чувствуешь себя в этом потрясающе и свободно. Ну, еще бывают бессонные моменты, когда вот что-то есть. Бессонные моменты – это когда мы ставим спектакли. Вот спектакли на выпуске, а иногда бывает, что ты себе еще там что-то не придумал, не додумал, и тогда вот уже бывает страшненько. И говорят, артисты как делают, я не знаю, вы делаете так или нет. Берешь роль, кладешь под подушку, спишь, и тогда ты встаешь, и вроде как ты с ролью на одной волне. Перевоплощаешь все это. Это называется переспать с ролью. Я так делаю. Помогает? Да, помогает. Надо попробовать как-нибудь. Ни разу не делай? Я к тому, что каждая роль, она рождается, она вынашивается. И театр закрылся, репетиция закончилась, мы все уходим, но работа не прекращается. То есть она идет 24 на 7, по большому счету. Поэтому нам надо платить раз в 5 больше зарплаты, чтобы... Ну, мы... Лично я про себя скажу, что я не могу, вот закончилась репетиция, закончилась, и все, я, допустим, забыть про роль, про театр. Оно даже... Ты ешь, ты смотришь, ты разговариваешь, а где-то ты... Если какие-то моменты у тебя не уложились в твоей роли, они тебе не дадут покоя, пока ты не придешь к каким-то ответам на какие-то вопросы. И тогда, когда все уже как бы как пазлы раскладывается, да, наступает такой момент облегчения. Особенно, когда один на один с собой остаешься, начинается вот эта вот мозговая работа. А если я сделаю так? А если я сделаю так? И вот принимаешь какое-то решение, выходишь на сцену, и у тебя получается уже по-другому, и режиссер это одобряет. Вот это вот, наверное, самое дорогое, когда ты сам с собой сидишь, придумаешь, выходишь, показываешь, и тебе говорят «да». Спасибо. Ну и еще раз давайте напомним нашим дорогим телезрителям, средства связи 28 58 69, номер прямого эфира и номер WhatsApp 8 700 028 58 69. Ждем ваших звонков и сообщений в адрес ваших любимых актеров. Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах». В прямом эфире у нас остается 7 минут до окончания передачи. Время пролетело очень быстро, как и ваши примеры, когда мы приходим в театр. На самом деле время незаметно пролетает на одном дыхании. Ну а вот как вы считаете все-таки, почему вот век сейчас современных новых технологий театр не теряет своей актуальности по сей день? Так сложилось с Древней Греции, как вот пошло все это направление театра. И я думаю, теперь уже не важно, что там будет, какой революционный прогресс. Что бы ни случилось, люди всегда будут тянуться к живому. К живому исполнению песни, игры, к живым картинам. Все, что связано с человеческими эмоциями, душами, это все магнетическим образом тянет зрителей. Они приходят, чтобы насладиться в первую очередь духовно. И вот эти живые нотки им дают вот эту компенсацию. Потому что, ну по-другому я не знаю, как это сформулировать. Приходят, чтобы увидеть живое, наверное, так. За такими живыми эмоциями. За живыми эмоциями, да. Регина, у вас есть что? Дополнить. Человек всегда стремится к настоящему. А мы на сцене стараемся быть настоящими. Конечно, судить зрителю. За живыми эмоциями приходит зритель. И он их получает. Кино это другое. Приходишь в кинотеатр, ставишь себе попкорн, садишься, жуешь. Но ты же понимаешь, что это сейчас не по-настоящему все. А когда ты приходишь в театр, ты надеваешь себе красивое платье. Садишься на кресло. И тебе дают настоящие эмоции. Особенно, когда происходит на сцене то, что у тебя происходит сейчас в жизни, ты очищаешься. Ты смотришь и думаешь, да, вот у меня сейчас вот так вот происходит. И, может быть, думаешь и находишь выход из какой-то своей жизненной ситуации, глядя на спектакль, на артистов. У нас были монтировщики. У нас шел спектакль «Странный месяц Эвидж». Монтировщик все время сидел один за кулисами и говорил, как бы я хотела посмотреть этот спектакль из зала. Потому что у меня сейчас такая же проблема в семье. И я так хочу посмотреть, чтобы узнать, а как можно из-за этой проблемы выпутаться. Но ему так и не удалось, потому что монтировщики всегда у нас работают при каждом спектакле. Но он прям болел, он хотел, горел желанием. Поэтому, уважаемые зрители, приходите в театр. Мы вас очень любим. И мы вам постараемся дать самые искренние эмоции. Значит, что вы можете добавить? Добавить, но то, что... Конечно, кино – это хорошо. А я не говорю, что это плохо, да хорошо. Да, да, можно прийти в кино. Но это не по-настоящему. Здесь даже немножечко несправедливо, потому что все равно в кино есть дубли, можно остановить, можно перезаписать. А в театре, там как начинается, ты вот так вышел на сцену, окунулся, вот прыгнул в этот холодный прорубь, и до конца ты тянешь эту лямку. И зритель вместе с тобой понимает и погружается в эту атмосферу, в это действие. Поэтому в кино или в любом другом искусстве есть какая-то пленка, которая между зрителями и теми, кто по ту сторону экрана. В театре происходит объединение. Мы со сцены в зрительный зал и получаем обратно вот эту энергетику, которая дает нам силы. Поэтому... Заряд энергии. Заряд энергии. Объединяющий такой храм. Храм искусства, где мы одно целое. Согласна с вами. Ну и две минутки до окончания эфира. В заключении еще раз, чтобы вы хотели пожелать своим любимым зрителям. Можете также воспользоваться моментом поздравить коллег с праздником. Давай, Рим. Ну, конечно же, крепкого здоровья. Приходите в театр. Любите себя. Пусть ваши близкие всегда будут здоровы. Ну и, конечно же, своих коллег я поздравляю с праздником. И хочу передать привет моей маме, моим бабушкам, которые сейчас сидят с детками. Спасибо вам большое. Еще раз хочу сказать спасибо и поклониться вам. Извините, что отняла это эфирное время, но мне это очень нужно было. Спасибо, Рим. Спасибо зрителям. Спасибо нашему коллективу. Старейшему театру в Казахстане. Всего всем хорошего, всем добра. Ну, а я благодарю вас за участие в нашей передаче. Хочется пожелать вам также успеха в вашей профессиональной деятельности, творческих перспектив, преданных зрителей, вдохновения. Ну и чтобы вот такое прекрасное настроение никогда не покидало вас. Ну, а мы будем приходить в театр и наслаждаться прекрасным зрелищем и получать удовольствие для души и сердца. Спасибо большое. Пусть поход в театр всегда дарит массу впечатлений от приятных зрелищ. Пусть всегда в вашей жизни будет только присутствовать успех и удача. И пусть театральное творчество вдохновляет и наполняет нас всегда светлой любовью. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания и до встречи в эфире.